Важно и знать, и видеть, чем отличаются настоящие деньги от фальшивок. В период новогодних покупок и распродаж это особенно актуально. Чтобы сконцентрировать внимание на этой финансовой проблеме, полицейские провели специальный рейд в местах торговли. В первую очередь рассказывали продавцам, какие опознавательные знаки имеют деньги. Такая информация может существенно сохранить семейный бюджет, как, впрочем, и новые правила по уплате штрафов. Согласно федеральному закону, уже с 1 января нарушители правил дорожного движения могут оплатить половину стоимости за допущенные нарушения. Только это можно сделать в течение 20 дней после получения постановления. В инспекции рассчитывают, что нововведение позволит увеличить собираемость штрафов. Сейчас, например, в Иркутске она составляет лишь 69%. В этом году только на территории областного центра было составлено протоколов почти на 270 миллионов рублей. Однако оплачено около 186 миллионов. Но не получат 50-процентную скидку те, кто совершил грубые нарушения. Когда, например, водитель допустил выезд на полосу встречного движения, когда проехал на запрещающий сигнал светофора, когда, например, не зарегистрировал транспортное средство в установленном порядке или превысил допустимую скорость повторно, обращаю внимание, на более чем на 40 и выше километров в час. Водитель в нетрезвом состоянии. Продолжение следует... Продолжение следует...